Привет! Незаметно, надеюсь, прилетела целая неделя. И снова у вас в гостях Академия Свободного Времени, программа Магнитогорской государственной телерадиокомпании «Уикендс», и я ее ведущая Юлия Лебедева. Позади трудовые будни, так давайте забудем о них. Лучше вместе подумаем, как можно провести свой уикенд, при этом не забывая дорожить каждой минуткой отпущенных нам долгожданных выходных деньков. Надеемся, в этом вам поможет наша программа «Уикендс», специально созданная для этой цели. Каждый из нас не раз говорил себе «Ну все, хватит, сколько можно так жить?» С понедельника начинаю заниматься собой. К чему же ждать понедельника? Можно начать прямо в свой выходной, не отвлекаясь от полноценного отдыха. Многие не задумываются над тем, что лучше потратить свои кровно заработанные денежки на абонемент для посещения, скажем, фитнес-клуба, чем расстаться с ними в круглосуточной аптеке при покупке заморского лекарства. Я хочу предложить вам вместе со мной заглянуть в один из самых, на мой взгляд, уникальных фитнес-центров. Центр «Сальва». Здоровье плюс красота. Красота плюс здоровье. Таков девиз специалистов фитнес-клуба «Сальва». Заморское слово быстро прижилось в нашем лексиконе. А иначе быть не могло. Оно напрямую ассоциируется с красотой и стройностью. Но это не значит, что вход сюда открыт только моделям. Как сказал классик, в человеке должно быть все прекрасно. Так почему же не начать с тела? Колонетика, аэробика, стейп-аэробика и тайбо в фитнес-центре «Сальва» вы найдете свой путь в красоте. Тем же, кто брезет формами Синди Кроуфорд и предпочитает использовать последние достижения в индустрии красоты, в фитнес-клубе «Сальва» есть и велотренажеры, и беговые дорожки. Не покидая светлого и уютного помещения, можно обойти полгорода, сжигая при этом не меньше калорий, чем при беге. «Слейт» – мягкое скольжение по доске словно по льду, позволяет прикладывать минимум усилий при тренировках и получать максимальный результат. Фитнес-клуб «Сальва» можно с полным правом назвать изысканным салоном красоты. Кабинеты по уходу за лицом и телом, где используется косметика от лучших фирм-производителей, ни за что не останутся без внимания. Мезотерапия, ботокс, пилинг – программа по восстановлению обмена веществ превратит любую золушку без всякого волшебства в принцессу. В фитнес-центре «Сальва» работают мастера макияжа и парикмахерского искусства, а еще здесь вы сможете окунуть свои руки в сладкую сказку – шоколадный и молочный маникюр. Ведь не только тело, но и руки женщины должны быть в форме, так как именно их целуют многочисленные поклонники. И они, к слову сказать, смогут оценить качество предлагаемых «Сальве» услуг. Каждому, кто желает почувствовать себя космонавтом и получить при этом ослепительный загар – прямая дорога вертикальной солярии. Если вы думаете, что это сауна, не торопитесь с выводами. Это инфракрасная камера, единственная в городе. С помощью безвредных лучей тело ваше прогреют до нужной температурки, а потом маслицем разотрут. Не сливочным, конечно, ароматизированным. Я бы вам рассказала еще и о том, что только в «Сальве» вы сможете ощутить всю прелесть стон массажа. Но это когда горячими камушками по телу. Здесь же безболезненное и очень эффективное удаление нежелательных волос под названием фотоэпиляции. И еще множество различных услуг. Но, думаю, лучше один раз прийти сюда и убедиться во всем самой. После выхода предыдущего выпуска программы «Викенд» в нашу редакцию по электронной почте пришло сразу несколько писем-замечаний. Кстати, я совсем забыла вам напомнить, что вы, мои дорогие телезрители, можете присылать ваши письма с пожеланиями и отзывами о программе «Викенд» по электронному адресу mgtrksobachka.mail.ru или позвонить нам по телефону 21-26-67. Итак, замечания были такого рода. «Сплошной матриархат какой-то, мужской уикенд, ну просто под угрозой». Ну какой же уикенд без мужчин? Куда же мы слабы и беззащитные можем двинуться без вас, наших лучших сильных половинок? И следующий сюжет специально для них. Ну вот, я так и знала. Мужики, впереди у нас сезон зимней охоты. Любителям проведения своего уикенда на природе с хорошим ружьишком в руках это то, что надо для нас, для настоящих мужчин. Мужчина-добытчик. Этот образ оставался и остается в глазах женщины, как гарантия надежности. Охота требует серьезной подготовки. Руководствуясь советом товарищей по оружию, заглянул в магазин «Пеликан». Ну что можно сказать? Для охоты есть все. Просто глаза разбегаются. Руки так и тянутся к оружию. Хочется ощутить щекой приклад вот этой самой винтовочки. Просто мальчишеский азарт. Ребята, давайте полюбуемся вместе. Пеликане любители зимнего лова смогут найти себе все, чтобы порадовать хорошим уловом свое семейство. Ну или во всяком случае своего кота. Это точно. Посмотрите сами. Итак, мужики, поднимайтесь с дивана и на природу, на ее защиту. Если так случится, что именно в этот выходной вам придется выяснять отношения с кем-нибудь из ваших знакомых, и вы затрудняетесь в выборе способа выяснения отношений, то и в этом случае программа «Уикенд» готова прийти к вам на помощь. Просто оставайтесь с нами. Жаль, что во времена Пушкина современники великого русского поэта не знали, что такое пейнтбол. А то вышли бы с зимним утречком на берег Черной речки и разукрасили своего обидчика по полной программе. В прямом смысле этого слова. Вот и я захотела объяснить кое-кому, что проведение уикенда на охоте за бедными зверюшками – недопустимое безобразие. Зверюшек жалко. Ну как, ощутили себя жертвой? А если серьезно, пейнтбол – это великолепный вид спорта, но очень азартный. Веселее всего, когда задействовано несколько участников. Тут тебе и стратегия, и ловкость, ну и, конечно, немалый момент храбрости. Риск получит травму и сведен к минимуму. Спасибо спецзащите и надежному шлему. После боя, посчитав потери разукрашенных бойцов, поверьте, так и хочется сказать. Если вам просто необходимо стрелять по себе подобным, стреляйте друг в друга шариками с краской. Играйте в пейнтбол. Скажу по большому секрету. В следующий уикенд обязательно приглашу всех своих коллег по работе пострелять в нашего начальничка. Обожаю пейнтбол. Вызывайте своих оппонентов на дуэль. Про своего начальника я, может быть, и погорячилась, конечно. Но я думаю, что он и сам не прочь зарядить цветным шариком кое-кому из своих нерадивых подчиненных. Вот видите, опять все мысли о работе. А ведь у нас с вами уикенд, между прочим. Итак, продолжаем. Давненько меня уже пытались затащить в боулинг разные друзья и знакомые. А я все думала, ну какой смысл убивать свое время, сбивая шарами безмозглые кегли. Да еще ведь и деньги за это надо платить. И все же решилась однажды. И отправилась я, так сказать, шаром покатать. В самый-пресамый боулинг-центр. Впечатлений неожиданно оказалось массы. Причем самых приятных и радостных. Конечно, космонавтами истребителями не рождаются, ими становятся. Поэтому первые мои броски были точно в молоко. А кегли стояли, как гвоздями прибитые. Но что делать? Прямо как в старой песне поется. Привыкли руки к топорам. У соседей по дорожке страйк за страйком. Это когда один шар кинул и все кегли сбили. Где-то после десятого броска я уже стала убеждаться, что боулинг с полным правом можно назвать спортом. Правая рука начала предательски потихонечку ныть. К тому же и азарт такой залихватский в душе возник. Рекорд дорожки перед глазами, как и мой плачевный результат. А так захотелось показаться не хуже. Но, увы и ах. Хотя даже такие упаднические настроения можно вполне поправить. Слегка подогрев тот самый азарт, к примеру, в баре, который неподалеку или тут же не отходя от дорожки. В общем, оказалось, что и шаром покатать можно с пользой и смыслом. Ну а если вы все же упорно не признаете такое заманчивое времяпрепровождение, что ж, по сенькам и шапкам. Смело спускайтесь этажом ниже и, правильно, в интернет-центр. Ныряйте во всемирную паутину. Крошите в мелкую капусту монстров или террористов-плохишей. Или с себе подобными в чате пообщайтесь. Кстати, качество интернет-услуг весьма отменное. Выше всяческих похвал. И кофе вкусный. Магазин «Машина времени» представляет. День рождения Боулинг-центр «Универсал». Три года встречаем вместе. Нас поздравляем. Смесловые галлюцинации и биджейк-лептии в город Носква. Во мне просыпалось желание жить в первый день осени. 15 ноября. Боулинг-центр «Универсал». В нашей программе «Уикенд» появилась новая рубрика «Постфактум». В ней мы будем рассказывать вам, уважаемые телезрители, как и где провели свое свободное время жители и гости нашего славного города. И в силу понятных причин нельзя объять необъятное. К нашему большому сожалению, мы не смогли отразить примеру сей замечательный уикенд в нашей 20-минутной программе. Итак, информация «Постфактум». Вчера в Арджо молодежь нашего города провела свой уикенд. Она была свидетелем грандиозного шоу, точнее, байк-шоу «Деспиратес». Организовал которое, наверное, всем известный магнитогорский байк-клуб «Ночные волки». В программе приняли участие группы «Лас Дил» «Самара», «Капелланы», «Уфа», «Мэт Ви» «Магнитогорск». Звучали хиты «Дип-Алп», «Лед Зепплин» и еще много-много отличной музыки. На этом шоу проводились пивные и эротические конкурсы «Бои на мячах». Было немножко стриптиза. В общем, круто оттянулись. Кстати, одним из информационных спонсоров этого шоу являлась наша магнитогорская государственная телерадиокомпания. Но не надо отчаяться, если вас там не было. Мы вам обещаем подробно рассказать и показать, что происходило на этом шоу в следующий раз в нашей новой рубрике «Постфактум». Кроме этого, наша съемочная команда не смогла не побывать в боулинг-центре на празднике всех святых под названием «Хэллоуин». Показываем вам кадры этого интересного, неординарного и дикого праздника. Это была рубрика программы «Уикенд постфактум», а мы продолжаем. До места, где можно хорошо провести свой уикенд, может быть, дотянет и, к примеру, старенькая копейка. Но мы решили уже брать так брать. Что может быть лучше среди множества родственников по двигателю внутреннего сгорания? Нет вопросов, конечно же, BMW. Если решились приобрести автомобиль марки BMW, то сразу приготовьтесь столкнуться с большой проблемой. С проблемой выбора цвета, мощности двигателя, комфортабельности салона и всяких других наворотов, которыми должна быть напичкана вами выбранная «Бэха». Ну и, конечно же, не стоит забывать, что BMW всегда позаботится о вашей безопасности. Этот вопрос у специалистов концерна BMW стоит на первом месте. Установить все, что захотите, да хоть матрас безопасности, были бы деньги. Хочется прямо сейчас, образно выражаясь, обуздать все это великолепие. Поехали! BMW скажет сам за себя. Мужчины, обратите внимание! В этом выпуске нашей передачи мы все для вас, почти все, исправляясь прямо на глазах. И чтобы вы, мои дорогие мужчины, окончательно убедились, что программа «Викенд» создан не только для нас, прекрасных женщин, посмотрите-ка в следующий сюжете. Я думаю, он будет интересен для обеих половин человечества. И каждый в нем увидит то, что увидит. Мужчина, на мой взгляд, должен быть умным, добрым, смелым и, конечно же, сильным. Кто из нас, женщин, не мечтает о таком рыцаре своего сердца? Наверное, всем знакомо такое определение для мужчины, как крепкий уральский парень. Именно здесь, в КОКе, есть все для того, чтобы смог любой мужчина попасть под это определение. Если вы не знаете, с чего начать, я вам подскажу. Для начала нужно оторваться от дивана и прийти в тот самый КОК, который находится по улице Ленина. Опытный инструктор подберет специально для вас комплекс упражнений и тренажеров, в которых в КОКе на каждую мышцу по три, а то и более. А нам, женщинам, остается только восхищаться, глядя на совершенные тела наших мужчин. Но и мы, в свою очередь, не хотим отставать от сильной половины человечества. Ну и как мы? Вроде бы неплохо. И все это совсем рядом в физкультурном оздоровительном комплексе. Не будем завидовать владельцам БМВ, а лучше вместе с вами вспомним про то, где и как мы провели наш прошлый уикенд. Начался наш выходной с посещения одного из магазинов сети Альфа-Спорт. И примеряли мы на себя уникальную коллекцию спортивной одежды Nike. Для тех телезрителей, которые не смогли увидеть нашу предыдущую передачу, напоминаем адрес магазинов Альфа-Спорт. Все они находятся по проспекту Ленина, номер 69 50 33. Не пожалейте времени в этот уикенд и заскочите в магазины Альфа-Спорт. После обряда одевания в одежду от Nike наша съемочная группа отправилась в Абзаково. Мы также хотим напомнить местонахождение одного из самых уникальных на Урале домов отдыха – горнолыжный центр Абзаково. И если вы еще не успели посетить этот волшебный уголок чистоты и здоровья, то надеемся, что после просмотра этих кадров вам очень захочется там побывать. Цветы скажут сами за себя, а мы напомним адреса магазинов, где дарят людям красоту. Белая лилия, улица Ленина, дом 47, Карла Маркса, 109. Дарите друг другу цветы и радость. Море света в прошлый уикенд подарил нам магазин электротоваров «Электромир М». Вот и его адресок. Ленинградская, 12. Кино, кино, кино. Кинотеатр «Современник»? Про это не расскажешь. Это вы должны увидеть сами. Просто супер уикенд. Грязнова, 28. Теперь, если у меня появляется минутка-другая свободного времени, я сразу бегу в боулинг-центр. Я все равно научусь играть в боулинг. И вообще, боулинг-центр помогает мне восстанавливаться и дает хорошую разрядку. Адрес для новичков. Улица Суворова, 125, дробь 2. Боулинг-центр. Наверняка, те телезрители, которые послушались нашего совета и посетили уютное романтическое кафе «Шале», что означает по-французски «домик в горах», не захотят поделиться адресом милого местечка, где можно укрыться от повседневной суеты. Как вам не стыдно, уважаемые? Пусть «Шале» дарит радость не только вам, но и всем, кто любит изумительную кухню, уют, тишину и атмосферу покоя и умиротворенности. Адрес кафе «Шале» Ленина, 46. И вообще, не пропускайте программу «Уикенд». В ней вы узнаете, где и как можно провести свои долгожданные выходные деньки. А мы, в свою очередь, поможем вам в этом. С вами была я, ее ведущая Юлия Лебедева и творческая группа Магнитогорской государственной телерадиокомпании. С программой «Уикенд» смотрите нас по субботам на каналах «Россия» и 24-м канале «Югра». Пока! На понедельник вступим в права, и от забот пухнет головла. Опять проблемы, работа в дом, но в глубине души мы все-таки ждем. Когда придет тот самый момент, наступит время «Уикенд». Время «Уикенд» Продолжение следует...